Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. А сегодня решила вам напомнить именно вот сейчас, в зимнее время, о том, что новое исследование специалистов Копенгаггского университета, это Дания, демонстрирует, что нехватка фолиевой кислоты, а что такое фолиевая кислота, это витамин В9, кто ведет тетрадочки, тот запишет, витамин В9 это фолиевая кислота и нет смысла ее покупать в аптеке, если вы пойдете и приобретете эту кислоту, она так и называется, фолиевая кислота в аптеке, то вы себе не поможете, потому что специалисты этого университета выяснили, что эта кислота, этот витамин В9, он быстро теряет свои свойства, если не в живом организме находится, а также при температуре, то есть делайте выводы, правильно уже доказано многими учеными, что те витамины, которые продаются в аптеках, зачастую просто являются пустышками, за которые мы просто выкидываем огромное количество денег. Итак, для чего нам нужна фолиевая кислота В9 сейчас? Да потому что эти ученые обнаружили, что при дефиците фолиевой кислоты нарушается процесс репликации ДНК и деление клеток, а это чревато развитием рака и быстрому старению. Если вы заметили, что очень быстро появляются морщинки, то это тоже является тем признаком недостатка фолиевой кислоты витамина В9. Для беременных это просто как кислород, это просто необходимо, даже как пищевая добавка, просто необходимо, потому что дефицит именно В9 ведет к патологиям развития плода. Но самое интересное, что я прочитала, так, я сейчас делаю глоток чаечка лимонного. Итак, самое интересное, что исследование мужских кровяных клеток, знаете, что обнаружило? Что если у них нехватка фолиевой кислоты, низкий уровень, то это высокий риск хромосомных нарушений. Представляете, что это означает? Это даже может быть и болезнь Дауна развиваться, это могут быть другие с хромосомами заболевания развиваться. Вы представляете, насколько важно не только женщинам употреблять витамин В9, но и мужчинам? Ну и еще важно, к чему пришли авторы проекта в Дании, что изменения, вызванные нехваткой фолиевой кислоты, могут быть связаны с раком, бесплодием и расстройствами психического здоровья. Итак, дорогие мои, 21 век на дворе, и каждый день, каждый божий день я читаю публикации разных профессоров, абсолютно разных ученых на английском языке. Тут же их перевожу и понимаю, что процесс не стоит на месте. Каждый день мы двигаемся. На это выделяются, конечно, колоссальные деньги и со стороны правительства Дании, и в Соединенных Штатах Америки, и в Великобритании постоянно, ежемесячно. И, конечно же, ученые там работают. Но самое интересное, что работают они на базе университетов, медицинских университетов. Это вообще потрясающе. То есть уже студенты могут проводить исследования. Просто не только профессора или там научные сотрудники такого-то научного института. Нет! Студенты, даже студенты. Итак, вернемся, вернемся к нам. Что нам из этого следует подчеркнуть? Что нам нужно контролировать личный уровень вещества в своем организме. Обязательно следует добавить, что недостаток В9 приводит к склонности, к депрессивным таким состояниям, хроническая усталость. Причем физические нагрузки не увеличены, но человек чувствует хроническую усталость. Нарушение сна, бессонница и нарушение памяти и забывчивость. Самое главное, этот витамин В9, он никак не вырабатывается организмом. Поэтому нужно пополнять его запасы. Есть вариант приема таблеток, но еще раз вам говорю, это 0,0 помощи вашему организму. Поскольку я четко вычитала, что только в живом состоянии. Давайте посмотрим, какие продукты нужно употреблять, чтобы повысить вот этот нужный для нас витамин В9 или фолиевая кислота. Итак, есть в баранине, в говядине, это если брать животного происхождения продукты, в печени, куриным, куриная печень, индюшиная, также в курином мясе, в индюшином, а также в яйцах, в сыре, ну натуральный это должен быть сыр, да? Я много видео делала, как я делаю сыр, творог, это тунец, лосось, также скумбрия, другие морские рыбки, свекла, бобовые, огурчики, даже в огурчиках есть морковь, банан, апельсины, абрикосы и, внимание, дайкон, а также брокколи, шпинат, авокадо. И обязательно я хочу напомнить, для тех, кто, ну, любитель, любитель выписывать детям антибиотики, для таких горе-врачей по любому поводу, ну и для родителей, горе-родителей, которые также любители давать деткам, ну и себе антибиотики. Вот чтобы полученные витамины максимально усваивались в желудочно-кишечном тракте, стоит следить за здоровьем. И помните, что каждый курс приема антибиотиков это гибель огромного числа кишечных бактерий, которые необходимы как воздух, как кислород для правильного пищеварения. Именно поэтому вместе с приемом, если уже вам назначили сильнодействующие препараты, не забывайте за пробиотики, о которых я рассказывала, за пифидобактериями, а лучше, а лучше сторонитесь, сторонитесь, как можно дальше держитесь от антибиотиков. Красота и здоровье сопутствуют правильному питанию. Включайте в рацион огромное количество зелени. Причем, ботва дайкона, ботва моркови, ботва свеклы, листочки, это все там в большом количестве фолиевая кислота. А также лук-порей, там есть фолиевая кислота. А теперь про травки. В каких травках, листочках, это все-таки это мое, это мое хобби. И поэтому фитотерапия, теперь внимание, записывайте. Витамин В9 или фолиевая кислота в огромном количестве, в листочках черной смородины, в листочках малины, и в ягодах шиповника, и в ягодах малины. А также в подорожниках, листочках, крапива, амята, а одуванчик, горох фасоль. Фасоль также зеленая, стручковая. Сейчас сезон апельсинчиков, как можно больше в апельсинах есть, ну и в абрикосах тоже. Но абрикосы сейчас не сезон. Но это так на будущее. Бананы, пожалуйста. В бананах тоже есть в небольшом количестве фолиевая кислота, но она есть. Если вы делаете какие-то экзотические салаты, особенно весной, или весной самые молоденькие, когда листочки появляются, например, листья черной смородины, накрошите, накрошите в салат. Это отличный метод для дополнения запасов, пополнения важного витамина в организме. И другие травки, которые я вам показываю. Очень много фолиевой кислоты в одуванчике, в мяти. Все это можно крошить в салатик. И напоследок вам скажу, не бойтесь много употреблять зелени, потому что случаи гипервитаминоза крайне редки. Невозможно вызвать его, употребляя в пищу, большое количество зелени. Ну, а вообще, постарайтесь спросить у доктора, который вам скажет, если он, конечно, знает, где, в каких продуктах есть витамин В9 или фолиевая кислота. И помните, что при термической обработке этот витамин полностью исчезает. А я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока. Будьте здоровы.